Киберспортивный 2016 год стремится выйти на финишную прямую, и поэтому ведущие организаторы крупнейших ивентов уже планируют свои мероприятия на будущий год. Организаторы и лиги анонсировали мейджор-турнир, который они проведут в 2017 году. Чемпионат пройдет с 22 по 29 января в США, город Атланта. В мероприятии примут участие 16 команд, ну а призовой фонд турнира составит фантастическую сумму в размере 1 миллиона долларов. Уже по традиции полноценный мейджор возглавляет 8 приглашенных участников, или как мы их называем счастливчиков, которым не нужно проходить сверхсложные квалификационные туры. SK Gaming, Team Liquid, Natus Vincere, Virtus Pro, Team Astralis, Flipside Tactics и Gambit Gaming. Эти клубы на предыдущем чемпионате мира попали в восьмерку лучших, и тем самым обеспечили себе прямые квоты на мейн-ивент очередного мейджора. Другие 8 участников, которые заняли нижние места в прошлом чемпионате, получили приглашение на квалификации. Остальные участники квалификации будут отобраны посредством региональных мини-турниров. Отборочный этап их стартует с 15 по 18 декабря. А теперь дорогие друзья, предлагаю вам оценить список клубов, которые находятся в приглашении на закрытую квалификацию, и попробовать сравнить его со списком приглашенных команд на финалы. Team Dignitas, NIP, Team Envyas, G2 Esports, Faceclan, Optic Gaming, Counter Logic Gaming и Moussports. Не знаю как вы, но на мой взгляд Dignitas, NIP, Envyas и G2 просто обязаны быть в списке приглашенных. Правило есть правило, если уж так сейчас заведено, что топ-8 прошлого чемпионата автоматически попадает на финалы следующего, пусть так и будет. Однако если оценить потенциальный уровень этих клубов, то мой предложенный вариант предпочтительней. Одни меняют составы и не могут выиграть, зато на финалах миллионников, вторые стабильны в своих результатах и проходят отборочные. Мне кажется, нужно расширять список приглашенных команд, тем самым расширять и количество участников финальной стадии. Уж сильно много клубов заслуживают этого, а смотреть например на то, как команды по типу G2 или Envy может не повезти в какой-то момент и их не будет на таком событии, это минимум странно. Да и зрелищность такому чемпионату мира не придаст. Пытаются не отставать от мирового графика и организаторы iBuyPowerMasters, они также поделились с публикой своей информацией о предстоящем ивенте. Турнир пройдет с 12 по 13 ноября в Костмессе, Калифорния, США. Восемь коллективов с различных уголков планеты разыграют между собой призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Помимо денежного вознаграждения, 4 лучшие команды также получат квоту на Intel Extreme Masters Auckland. Cloud9, Godson, Team Solomit, Renegades, Faceclan, Immortals, SechaFox и TaiLoo. Это дорогие друзья список клубов участников этого события. Безусловно не вся мировая элита, но такая скажем так киберспортивная солянка, думаю найдет чем удивить как соперников, так и фанатов шутера. Переходим к Dream серии, которая в 2017 году не собирается сбавлять обороты, а только их усилий, дабы обеспечить профессионалам наикомфортнейшее пребывание на очередном компьютерном фестивале. Организаторы DreamHack Austin 2017 на своем официальном сайте представили список киберспортивных дисциплин, по которым пройдут турниры в рамках своей серии. Чемпионаты состоятся по таким дисциплинам, как Counter-Strike Global Offensive, Street Fighter V, Hearthstone и Super Smash Bros. На турнире по CSGO будет разыграно 100 000 долларов. О призовых фондах других дисциплин на данный момент информация отсутствует. Помимо этого, посетители DreamHack Austin 2017 смогут поиграть в CSGO, Overwatch, Rocket League и League of Legends в специальной зоне. Игроки, купившие билеты на фестиваль, смогут помочь организаторам в формировании списка дополнительных игр. Сам ивент пройдет с 28 по 30 апреля, фестиваль пройдет в США, в городе Остин. Местом проведения станет Остин Конвеншн Центр. Завершилась европейская квалификация на Эпицентр Москву. В дисциплине Counter-Strike Global Offensive победителем стал датский клуб Team Dignitas. В качестве последнего соперника Dignitas выступила шведская команда Gottsand, которая уступила победителям квалификации со счетом 0-2. 3.16 на The Cobblestone и 11.16 на карте The Mirage. До Team Dignitas прямые приглашения на Эпицентр уже успели получить следующие команды G2, NIP, Fnatic, Na'Vi, SK Gaming и VP. Последний слот на турнир будет разыгран на квалификации СНГ региона. План финал Эпицентр Москву по Counter-Strike Global Offensive пройдет с 17 по 23 октября. Матчи полуфинала и гранд финала пройдут в ВТБ Ледовый дворец. Ну а команда предстоит сыграть в немного новый Counter-Strike. Какой именно, узнаем из нашего следующего сюжета. Любая игра, которая получает обновление, становится интереснее. По идей нововведения, которое получил шутер на этот раз, должны были воодушевить публику и привнести некую свежесть в игру. Однако компания Valve в очередной раз расстроила свой фан-сектор, потому как, по мнению многих, зацепило чуть ли не святое. Вновь, дорогие друзья, новые звуки. На этот раз изменены звуки выстрелов самых популярных девайсов. Сообщение от разработчиков выглядит следующим образом. Улучшено качество звуков оружия FAMAS, GALIL, AUK, M4A4, M4A1S и M4A1S без глушителя, а также АК-47. Также добавлены ряд новых звуков для этих же девайсов. Однако я бы слово улучшено заменил бы на испорчено или недоработано. Вся суть в том, что авторы стремятся максимально приблизить игровые элементы к реальности. От эффектов световых гранат к звукам стрельбы. При этом забывая, что в игре изначально звуки выстрелов были различимы, теперь же М4A4 и АК-47 имеют практически одинаковый звук при стрельбе. То же самое произошло с Галилом и Фамасом. Эти девайсы на дальней дистанции звучат практически одинаково. А вот коль с глушителем теперь звучит вообще странно или даже как-то неестественно. При этом я еще раз повторюсь, что игрокам остается только привыкнуть к нововведениям. Эти изменения не настолько критичны, чтобы их откладывали назад или вновь приступали к доработке. Апдейт вышел, но вновь не сыскал поддержки. Что будет дальше, сложно сказать, потому как авторы уже больше года исправляют карту Детускан и продолжают не слышать простых игроков, которые и формируют основную аудиторию шутера. На этом все, дорогие друзья, играйте и конечно же выигрывайте. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok